вот привет друзья наконец-то долгожданный фирмы немножечко задержались пробовали новую аппаратуру две женщины и много новой аппаратуры мы справились и поэтому я вам с радостью представляю регину про скорую я не знаю если это нужно уже тебя представлять мне кажется ты настолько оказывается не все меня знают после сегодняшнего эфира добьем те кто вдруг не знал я очень рада во первых с тобой лично познакомиться потому что совершенно непонятно у нас история произошла что мы так давно переписываемся фейсбуке нас так много связывает это общие знакомые общие друзья места куда мы ходим ну как-то не пересекаемся друг с другом любовь к вину я уже молчу это отдельная тема и почему-то никак у нас чтобы не получалось оказаться на одной территории вместе когда ты меня позвала я даже я согласилась так как будто мы давно знакомы до меня только потом дошло что мы никогда не виделись но теперь когда увиделись у меня это ощущение остается просто встретились вот но на самом деле так как мы все таки не имели возможности встретиться раньше у меня к тебе куча вопросов да когда я постоянно смотрю слежу за твоими эфирами которые вот удается мне увидеть и у меня постоянно постоянно вопросы и даже не в отношении вина в отношении вина я знаю что мы можем говорить очень долго там и обо всем и детали хочу равно я ничего не запомню потому что не надо это отдельная тема потому что вино и искусство и вообще ко всему что я отношусь я просто ничего не запоминаю делаю и смотрю что люблю и что что вкусно ты всегда мне очень нравится подход ты берешь то что тебе вкусно да вот и сейчас расскажешь так ли у тебя сначала я хочу начать региона ты только пришла и сразу стала бегать искать какую-то бутылку и григи на давай шампанское может быть за встречу или вино или что и это наверное часто у тебя так когда ты когда люди видят когда тебя люди видят сразу такое первое желание есть такое профессиональная деформация я у людей ассоциирую с тем что мы будем сейчас пить но это совсем неплохая деформация мне кажется у многих людей тоже так ассоциирую у моей подружки я на телефоне когда звоню сразу вот такая вот как ты соглашаешься на вот эти вот провокативный вопрос том что это же может быть в любое время суток что-то с кем-то встретилась и не говорят уриги на привет а давай выпьем я прекрасно к этому отношусь то есть не отказываешься не отказываюсь я просто давай наконец-то сидели смотрели на свои бокалы ура наконец-то сейчас мы расскажем что пьем и как так получилось да что мы пьем с утра белое вино или она очень распоряжалась что как-то у нас сознание уже поменялось игристая по утрам можно мы путешествуем там и нас приучили что не страшно мы не становимся дегенератами христократами не страшно просека по утрам это нормально до гостиницы в гостинице и хотелось это и мы приучились на мы уже понимаем что хорошее праздничное утро а вино страшно да непривычно непривычно у него сражай по всему и сейчас пойдешь чтобы не умрем это я на что не умрем я думаю нас все будет намного даже лучше на самом деле это все стереотипы во первых люди которые работают с понедельника по пятницу у нее действительно вот это как же буду пить среди недели или как же я буду пить до пятницы или среди бела дня у нас во первых другой режим до моя работа уже несколько лет связано с тем что должна пойти с утра по работе там продегустировать что-нибудь а после этого быть в тонусе нормальной форме просто я не довожу себя до алкогольного опьянения все это наверное самое главное в чем бы мы не делали ради удовольствия знать меру да я у меня та же самая ну как это не проблема вопрос я бы сказал потому что если садиться за руль я тоже знаю что мне нельзя там выпить два бокала максимум это как бы сад со временем в общем нам ничего не мешает сейчас поднять бокалы за встречу или но это это все-таки можно по утрам тоже и совсем неплохо если это легкое белое вино просто это еще лучше потому что здесь нет газиков которые быстрее вставка в общем очень рекомендуем кстати по средам я уже говорила мы ходим в галереи и в этот раз у нас был такой пробный и неожиданный момент когда по пути галереи мы проходили мимо ларька с глинтвейном а было очень холодно и девочки говорят а может быть глинтвейн давайте но это тоже рано было до часов 12 выпили по глинтвейну насколько лучше общаться с искусством вот в таком вот ракурсе знаешь когда ты не мерзнешь эти такой более расслабленный захотел сфотографироваться знаешь как-то потом выглядывать купить пару картин купить пару картин тут они только как бы помеха не только в этом скажем да что раньше не пили но в любом случае восприятие мира а даже от небольших головков так что это сегодня пропаганда алкоголя получается надеюсь дети не сидят в экранах встретились так сказать в одиночество я так редко в последнее время пью вживую что я прям счастлива обычно я пью сидя перед экраном мне там отвечают мне пишут и я чувствую что я одна но это все-таки совсем другая цель потрогать может человека с которым я пью но сейчас мы все-таки переходим сейчас когда мы сделали по несколько глотков и совсем хорошо нам стало кстати прям вкусно давай о тебе поговорим о тебе как о девушке женщине как все получилось чего все началось то есть этот вопрос я задаю уже всем своим гостям передачи собираешься кто ты как бы ты себя характеризовал то есть я понимаю что ты и уже известная в берлине сомелье я знаю что ты мама я знаю что у тебя много других интересов вот все таки если задать вопрос в лоб и ты не будешь отвечать на просто я собили то кто еще или как ты себя видишь а я смотрела твои последние эфиры и готовилась но я не успела нормально ну а что ты кого-то это снимаешь вообще хочется сказать что женщина особенно в этом месяце нечет прям хочется быть только женщины но я думаю что если бы мне надо было так вместиться в пару слов я бы сказала что я педагог инноватор оглядываясь на всю свою жизнь на то что делаю на то что собираюсь делать я не могу быть не педагогом не преподавать и не видоизменять трансформировать систему вообще все системы чего например дай систему я сразу начну то что сейчас коротко с тобой поговорили да что регина пришла и в этот момент как раз мучилась дочкой объясняет в очередной раз дроби его сушен это кошмар я не могу у меня прямо вот уже все трясет что опять надо проходить то что я думала благополучно когда-то сдали и забыли и как надо менять систему школьную чтобы вот не заставляли детей учить то что тяжело да гуманитарем а ты как раз оказывается уже прошла эту школу в прямом смысле побывав настоящим педагогом в школе в россии откуда кстати из эстонии а из эстонии то есть вообще не за россии это все бывшие ссср это сверху все оттуда то есть этапа была в школе ты сказал я чуть-чуть изменила систему там тоже даже в школьную систему такой да во первых я ввела хотя работала не в начальных классах но но с тех пор там во втором классе обязательный предмет шахматы появился это супер да ты играешь шахматы я не играю шахматы но я не играю я не училась а тут и но я сделала там шахматы кружок у меня был шахматы кружок и я их учила играть хотя я сама пока не начали не обыгрывать но суть в том что я нашла какую-то программу и оказалось что можно ввести вот во втором классе обязательно предмет шахматы со второго класса, то есть не в твоих. Только во втором, но этого достаточно на самом деле, чтобы заинтересоваться. Да. Но исследование вообще показывает, что это очень полезно для развития. У меня, кстати, школу, почему мы выбрали для сына, именно потому, что директор сказал, при собеседовании у нас с первого класса идет урок шахмата. Это очень прикольно. Люди схватывают, потом не надо им дроби объяснять. Может быть, может быть, ты права. В этом смысле. А в шахматы играли, вино уже тогда пили? Или это любовь пришла? Я с детьми вино не пила. Даже на выпускной. Это характеризует тебя как очень ответственного и правильного человека. Но они были не такие взрослые дети. У меня не было гимназистов. Да, еще я вела русский язык. Как правило, начинается с шестого класса, а в этой школе начинается с пятого. То есть у тебя русский язык и литература предметы были? Там просто русский язык. Там для литературы, как до луны, алфави и тучи. Хотя бы теперь я понимаю, откуда такие прекрасные тексты? То есть у тебя филологическое образование наличествует? Да, да. Я литература венка. Коллега. Да? Но я только в английской филологии. Поэтому слово дроби... Я просто пишу с ошибками. Поэтому слово дроби у нас у обеих вызывает... Ужасно, ужасно. Я надеюсь, что... Надеюсь, это слово мы вычеркнем скоро навсегда из своей жизни. Но у тебя дочь маленькая, тебе еще, наверное, предстоит с ним познакомиться. Да, да. Кстати, может, раскрою секрет еще один, о котором мы только что поговорили. Мы перед самым эфиром решили накрасить губы, потому что посмотрели, что-то все такое серенькое-серенькое вокруг. А Регина говорит, это очень правильно, потому что ты вот со школы узнала, да, что советовали или даже обязывали? Весной я даже как-то это поизучала, этот вопрос. Вот оно, твое новаторство и здесь даже. Да, это женщина, которая занимается макияжем и физиогномикой она такое преподавала. И оказывается, людям проще слушать, когда рот чертко очерчен. Не резком для губ, а вот именно когда что-то такое контрастное, людям проще фокусироваться и воспринимать информацию. И я это проверяла на своем ребенке абсолютно. Абсолютно работает, 100%. Когда надо что-то сказать. Какие-то прекрасные говоришь вещи. Может быть, вся проблема в том, что я со своими детьми не общалась. Вот нам там надо было одну неделю, допустим, красить матовые поманы, вот как у меня сегодня. И реально я ей говорила, пойди сделай это, а нашла и делала. Никаких вопросов не было. А одну неделю нам надо было ходить с блеском для губ. Это когда ты типа снимаешь себе ответственность, такой более романтичный образ. Это был кошмар, потому что на неделю меня не слушалось, пробовала границы, это была катастрофа. То есть значит ли это, что ты дома всегда ходишь с красными накрашенными, матовыми губами? Да сейчас. Стала и пошла. Нет, но я стала это использовать в жизни, когда надо. Например, для эфиров я стала красить. И, может быть, люди этого и не замечают, но я думаю, что им все-таки проще меня слушать из-за этого. Вот видите, какая полезная и вообще неожиданная информация поступает от сумелье, когда я бы как раз заподозрила, что именно сумелье не красит губы, чтобы не оставлять. Я не красила, потому что запахи и все такое, а потом я подумала, что мне казалось, что я так уважаю свою публику, а потом поняла, что я буду ее больше уважать, если я сделаю им себя доступнее. Сегодня мы вас так уважаем, что я тоже накрасила губы красным. Мне, по-моему, вообще не идет, но если меня будут лучше слушать. Прекрасно. Спасибо тебе. Может быть, это станет моим новым, да, таким маркером. Посмотрим. Вот так вот я люблю. Скачем с одной темы на другую. Начали с одного, перешли на другое, про твое новаторство, про то, что ты женщина-новатор и женщина-педагог. Как так получилось, что эта женщина решила уехать из Эстонии? И когда это случилось? Это случилось пять лет назад. Когда я переехала, почти пять лет назад, мне просто стало тесновато. Эстония маленькая такая. Маленькая. Уютненькая. Ну, маленькая. Я работала в очень красивом месте, пятизвездочной гостинице, бутике, где королева английская останавливалась, японский император, прям такая. В талии. Знаменитости, министры, да. Такое было интересное место, ресторан интересный, высокая кухня. Так хорошо звучит, что тесно не должно становиться. 350 вин. Но на самом деле становится очень, потому что, во-первых, мне нужно некуда идти. Во-первых, рестораны в Италии не очень могут себе позволить сэмелье. Здесь, правда, тоже, но переезжая сюда, я понимала, что, во-первых, я поближе к виноградникам уже села и поехала. Уже теплее осталось. Всё равно здесь больше движения, здесь доступнее всё это. Если мне надо в Италию на винограднике смотаться, то это тоже поближе и попроще. Хотя тоже уже Эстония, Европа, наверное, теперь и там это не проблема куда-то поехать. Но на самом деле сюда переехала моя сестра, и она родила ребёнка, и я приехала смотреть на ребёнка и пошла кататься возле Бернобурских ворот, стояла к лесу обозрения. Я всё это страшно боюсь. Тоже боишься высоты? Вообще я боюсь всего. Вот это вот гор, всё-всё-всё, я боюсь. И это был апрель, и я обалдела, там Тиргартен, я обалдела, насколько зелёный город. Я подумала, вау. И всё, я вернулась, стала копить деньги на переезд. Ребёнка-то посмотрела. Да, шикарно. Уже вторая появилась после этого. Много воды утекло, да. Но это было прям... Пять лет назад случилось, и ты решила вот так вот круто поменять твою жизнь. Да. То есть бросить шикарную работу в центре города, в шикарном отеле, где такие гости, такая карта ВИН. И просто... где все тебя слушаются. Где все тебя слушаются. Слушай, ну а как это приехать сюда? Значит, у тебя здесь были какие-то уже... Не было. ...перспективы? Я была такой же наивной, как и очень многие переезжающие. Во-первых, я не знала языка, но я думала, что в какую-нибудь гостиницу... Ну, для начала хоть на завтраке куда-нибудь устроюсь. Там не нужен немецкий. Но оказалось, что нет. Оказалось, что нет. Ну, я сюда приехала, сразу стала ходить на интенсивный курс. Естественно, каждый день я ходила учиться. Потом я нашла работу параллельно. Потом я поменяла. В галерею Лафаэд стала работать. А там очень хорошо подучит язык, потому что немцы туда ходят за французской экзотикой. И они думают априори, что все, кто работают в галерею Лафаэд, это французы. Да, я тоже так думаю. Поэтому ты там можешь с любым акцентом говорить. И я там очень хорошо работала и подучила язык. Это и похоже на француженку? Да. Мне кажется, там вообще какой-то набор они как-то по типажу немножечко подбирают. Потому что мне сначала сказали спасибо за ваши семьи. Нам вообще никто не нужен. Хотя, знаете, вы приходите. Хотя, знаете, давайте подпишем договор. Слушай, как здорово. То есть сразу из Эстонии, сразу в Лафаэд. Но это прямо звучит, как шикарная карьера. Ну, это звучит так, на самом деле. Не так много у меня было возможности помогать людям выбирать вино. Хотя я старалась, да. Но потом я уже стала беременная. Потом сильно беременная. И когда я подходила и говорила «Давайте, я могу могу быть вино!» меня смотрели, как... Однажды мне даже сказали «Позовите настоящего сомелье». Как будто у меня знания вся. Я думала, у них такая складывалась просто картинка «Будущая мать», «Свино». Ни в коем случае нельзя. Наверное, много и таких было. Ну, я же на полке тыкала. Сейчас мы в воде выпил. Не так же. Пришел сомелье и накричал на них. Сказал, что вы еще от меня хотите. Она все правильно сказала. Ну, вот я тоже привыкла, что в Лафаэте так обходится с клиентами. Поэтому не удивляет. Меня это совершенно. Ну, он настоящий просветал клиентов. Я знаю. В Лафаэте тоже много раз так было. Поэтому все очень логично. Я думала, только настоящие немцы так могут. Но и французы, видимо, тоже умеют. Раз пришли к нам в магазин. Слушай, и что дальше? Ну, дальше у меня... То есть ты стала, ну, как бы, беременной. То есть ты приехала в Берлин, и я так понимаю, встретила какую-то любовь, или ты привезла ее с собой? Нет, мы встретили здесь, да, но... Но ты не из-за него переехала? Нет. Нет, я ехала делать карьеру, вообще делать карьеру. Меня уговорили. Уговорили, а потом нас оставили. Я была с дочерью, когда я была 3 месяца. И я тогда посидела. Вообще я уже в Эстонии начинала. Я вела дегустации, я обучала персонал. То есть я ни в какой... Я гидом работала, и в музее работала. То есть я педагога по жизни. Я не могу не нести знания в массы. Это... Подожди, ну тогда я хочу понять, с какого момента вино появилось в твоей жизни. Потому что когда ты говоришь, я вела экскурсии, я проводила музей, я сразу представляю, что ты вот так вот эти же с бокалом и почему-то рассказываешь про вино тоже. Во-первых, я в музее работала, на неделе в школе. Я договорилась с... Я мечтала. Вот вся эта винная тема, она шла с университета, но я как-то не верила в то, что... Во-первых, в то время я еще не верила, что женщины могут этим заниматься, что это женская профессия. Во-вторых, я не думала... Она до сих пор не верит. Это казалось чем-то таким. Пока я однажды, не выпив в ресторане, не стала допрашивать девушку с эмилье, где она училась, и прямо все, все. Я пошла к завучу в школе и сказала, ну можем поменять мне расписание, потому что у меня раз в неделю теперь будет учеба в школе с эмилье. Она сказала, ну Регина, ну мы вообще не можем поменять расписание для всех детей школы и для всех учителей вот так вот из-за того, что у тебя школа с эмилье, но со следующего полугодия мы можем. Слушай, ну это так круто, вообще, что они пошли на встречу, да? Да, и первые два года школы с эмилье я еще работала параллельно в школе. Школа с эмилье это какой-то специальный институт. Да, да, там первый год это базовый курс, в принципе. В Таллине. Да, второй год это юниор с эмилье, тоже достаточно серьезные знания, и третий год это с эмилье, где кроме углубленных знаний мы изучали кофе, готовили сами соусы в ресторанах, оливковое масло, шкаф, в общем, мы очень много, сигары изучали. Ну то есть это все-таки с такой направленностью работы именно в отелях, в дорогих и в ресторанах. Да, или в фирмах-поставщиках. У меня был самый близкий мой друг с первого класса, потому что его, к сожалению, больше нет. Он был кандидатом наук по химии, переехал на Запад и всю жизнь любил выпить, что уж там скрывать. Вместе мы это любили делать, но он решил вот свое хобби превратить в профессию. И проживая в Лиссабоне, он нашел там институт энологии, пошел туда учиться, его взяли туда с радостью, засчитали кучу предметов, потому что он уже химик, а химии там было много. Я вот подумала на этот момент, я подумала, никогда мне не стать ни с эмилье, ни эмологом, потому что это ужас. Это ужас, ты знаешь, поступив в школу с эмилье, я поняла, что я не учила, если б я знала в школе, что я мечтаю стать с эмилье, я бы учила химию, физику и географию. Просто без этого никуда. Да, так пришлось, да, все это сделать? Мне дается. Я все равно, когда мне надо какие-то названия, формулы. Я знаю, что моим людям, которые ко мне приходят, эти формулы не нужны, но идеально, на самом деле, идеально, когда в профессию с эмилье приходят из химии, из геологии, из таких профессий, которые прямо друг другу помогают. И для нас, для гуманитариев, это на самом деле такие золотые источники. Вот правда. Я когда его стала спрашивать, как ты там мучаешься, как тебе, он меня называл Элиция, у нас такое была, кличка такая подпольная моя, он говорит, Элиция, оставайся там, где ты есть, тебе совершенно нечего делать. Ты ничего не поймешь. Мало того, там настолько глубоко изучается, что мы едем на винограднике во Францию, берем землю и вот понюхав эту землю, можем сказать, какое тут было солнце, что тут росло там и что может вырасти. Написать про это химическую формулу, я сказала, ну все, ты меня достаточно напугал, хорошо, что ты у меня есть. Лизнуть камень, это прям святое дело. Да, да, да. Но и налоги, это не сомелье, мы сомелье, это такое связующее звено между виноделом. А там уже прям наука-наука. Там наука-наука, да, это университет, это не школа, не курсы, это университет, потому что они изучают сельское хозяйство, собственно говоря. Он бы сейчас очень обиделся, что он вдруг стал сельское хозяйство. Ну понятно, это, я не могу высадить правильно виноград, я не могу, я не смогу понять, вот эту лозу надо подрезать так, я могу прийти к виноделу и спросить, а почему ты подрезаешь лозу так, а, да, вот так вот, ну, то есть я буду это изучать. А они делали это, он даже свое вино выпустил на практике в Бордо, они там закатали какие-то его именные бочки, да, 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 все это было. Слушай, ну это прямо настолько интересно, и вот вопрос сразу, когда я вспомнила про друга, наверное, тебя часто об этом спрашивают. как работать с эмелье и не спиться? Знаешь, это очень сложный вопрос. Я в какой-то момент просто поняла, что есть, мой канал на ютубе называется «Не спиться с Региной». Спасибо, я обожаю это название, просто заглядываю креативности. И там несколько знаков, да, такая двойная двусмысленность есть, и это именно так и есть. У людей или есть врожденная склонность к тому, чтобы спиться, или ее нет. То есть ты думаешь, нельзя ее натренировать. Но ты можешь уйти, да, но ты можешь от этого отказаться. А есть люди, которые, они не пьют по 20 лет, но в любой момент может бомбануть. Как ты меня сейчас успокаиваешь. Это как, по-моему, где-то у народов севера отсутствует какой-то энзим, что им достаточно чуть-чуть, и все. В последнее время я все чаще слышу, что это генетическое, я по поводу этого не могу сказать, но я знаю точно, что это в человеке или есть, или нет. То есть ты можешь уйти в какой-то там, не знаю, в какой-то период своей жизни, когда ты можешь довести свою печень до цирроза, действительно. Но, в принципе, тебе не составит труда от этого отказаться. Смотри, что мы понимаем, опять-таки, под отказаться. Не пить вообще я не могу себе представить, например. Ну, небольшой там ретрит, и ты, ну, то есть ты не будешь очень сильно страдать от того, что ты не можешь выпивать по две бутылки в день. Даже если ты доведешь себя до такого состояния, что ты уже это делаешь, ты сможешь от этого отказаться. Как ты меня все успокаиваешь, почему мы не встретились раньше. Ты не представляешь, сколько я себя накручивала. Сколько я себя накручивала. И опять-таки, пример перед глазами у меня был мой друг, да, которого я говорю уже сейчас нет. Он умер и до сих пор не по понятным там обстоятельствам до конца. И у него именно пошло это до того, что он пил всегда многое с удовольствием и при огромных таких своих габаритах мог себе позволить действительно выпить и две и больше бутылок в день. Потому что, ну, если мы сидим вместе, я сразу пьянею, а он очень долго, нет? Потому что, ну, там совсем другая масса тела. И он уехал в Эмираты, где проблемы с алкоголием. Он очень долго пытался найти себе место, где пристроиться, да, потому что там тоже есть хорошие рестораны для шейхов. Там заказывают за много тысяч бутылку вина. Он говорит, ну, у меня там не получилось, потому что, во-первых, это, говорит, невозможно смотреть, когда открывают бутылку вина для шейха, да. У меня, говорит, счастье, эту пробку просто понюхать этого легендарного вина, просто понюхать пробку. Я стою вот и думаю, боже мой, это же легенда. А они не допивают, начинают смешивать с апельсиновым соком, потому что им не вкусно. В Америке знаешь, что делают? Ну, частенько сахар просто замешивать ложечкой. Что вкуснее был брут? И где-то в англоязычном пространстве прочитала, что клиентка в Шардоне досталась сумочке сахарозаменитель и парочку таблеток, да, размешала столовыми приборами, и сказала, ну, вот теперь нормально. И, что удивительно, стали отвечать на этот вопиющий случай. Да, у меня в практике такое было, у меня в практике такое было, что это кошмар, для нас это кажется сахарозаменитель, вино, а оказывается, это вот есть кто-то целое, их много, в общем, людей, которые так делают. Ну, их вообще много, и там, и там, и там, мы же знаем, и опять-таки мы придерживаемся того, лишь бы всем было вкусно, но просто для специалистов это, конечно, тяжело. Так вот, я к чему начала говорить, что он все-таки, наверное, не умел остановиться, да, и потому что вот при всей вот этой вот своей, для меня это практически небожитель, который так разбирается во всем, и когда заходит в магазин, говорит, Элица, это для тебя, это для тебя, а это ты не поймешь, и сидит там вот так вот, он начал там покупать в магазине, когда ему удавалось вырваться для, там, специальной карточки, как в магазин алкоголь покупать, он стал покупать литрами просто какой-то спирт, водку, мешать коктейль, он говорит, вина, которая я хочу, там нет, а выпить уже постоянно нужно, да, и вот мне вот страшен, как бы, да, вот такой вот пример, у нас, я надеюсь, такого не будет никогда, что вот то, что нам вкусно, нет, да, потому что я не знаю, вот сможем ли мы так просто существовать, вот если, допустим, уберут наши любимые напитки и останется только, ну, какой-то очень дешевый, там, какой-то вот похожий на уксус, алкоголь. Вино не исчезнет никуда, никак, вот будем очень на это рассчитывать, потому что, я не знаю, вот ты сможешь честно ответить вот так, что я тогда вообще не буду пить. Я на самом деле легко живу без алкоголя. Как долго? Ты пробовала это делать. Ну, даже когда у меня были, там, летом дегустации, например, каждую неделю, я пила только на свою дегустацию. Потому что я открываю себе бутылку одна, это, как правило, бутылка не самого ширпотреба. Я знаю, что мне нужно пару бокалов, там, завтра я собираюсь куда-то, то есть это вино будет стоять по бутылке, потом я его через неделю найду и вылью в раковину. Это же жалко. Жалко. Не буду открывать ничего. Ага. Вот так-то, значит, действуешь. Да. Но я же еще... А если есть компания, тогда все усложняется. Я специалист по пиву, вот если мне хочется, если я готова заменить свое желание выпить вина пивом, то пиво прямо вот идеально, 0,33 какая-нибудь бутылочка. А я с тех пор, как прочитала, что пиво – это жидкий хлеб, перестала вообще пить. Это я никогда не особо не любила, но теперь мне кажется психологически, что я такую буханку хлеба какую-то съедаю. Есть безглютеновая. О, это дополнительная информация. Все, сейчас только, понимаешь, только кето пива нет. Это мы, может быть, если вам тоже интересно, напишем потом специально название этого пива. Супер информация. Слушай, как приятно общаться со следующим человеком. Я покупаю себе безалкогольное пиво, оно мне так же вкусно, как алкогольное. Да, вкусно. Да, да. Подожди, про пиво. Вот сейчас у меня, пока ты говорила, очередной немножко камерный вопрос к тебе появился, наверняка тоже миллион раз спрашивали. Если бы, опять-таки, вот, ну, мы представляем, да, убрали вообще все и сказали, Регина, вот сейчас ты можешь выбрать себе только один напиток, который ты будешь пить дальше. Что это будет? Пиво, белое вино или красное? Я причем даже не спрашиваю сейчас, да, какое именно, а вот просто что. Ну, так нельзя, вот между белое и красное. Мы хотим вот такой вопрос тебе задать, что бы ты сказала. Любое? Что любое? Вино. Красное. Но вино все-таки красное. Я говорю бы, знакомый дизайнер, потолок может быть любого цвета, но должен быть белым. До этого кто-то так говорил, по-моему, про машину, да, штаб-то мобиль может быть. Да, 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 феррари может быть любого цвета, но красное. Ты знаешь, сейчас зимой я отвечу тебе красное. Если ты мне задашь этот вопрос в июле, я не знаю, что я отвечу. Да, тогда надо ждать холодных вечеров июльских. Тогда, наверное, можно сказать красное. Но все-таки тенденция какая? Если все-таки вот так строго, вот прям вот так поставим вопрос. Ладно, я отвечаю, что сложно. Я бы тоже не смогла. Красное оставлю. Я тоже, я тоже самое. Абсолютно. Потому что белых, которые прямо вот очень-очень какие-то великие, сложные, их меньше, чем таких же красных. Ну и красные потом, они же дольше хранятся, то есть там действительно можно найти какие-то совершенно такие реликтовые вещи, да, с таким там, с ароматом закрученным, чего там только не напихают. А белых таких сложных, наверное, не напихают. Ну я же не провести специально. Виноград, ничего не пихают. Ну, да, понятно. Что только не напишут, скажем так. Пишут этикетка почвы. Не читайте этикетки. Ну читать мы как раз таки. Там всегда написано одно. На красном вине всегда будет написано «хорошо пить перед камином и закусывать дичью». Это самое для нас, профессионалов, это самые смешные фразы, потому что все такие сели у себя, все население село у себя дома перед камином до кунок и на фоне библиотек старинные. Да, все, конечно, могут себе это позволить. И все, конечно, подбежали там размораживать кабанятину, и что там мусор не стрелялся на прошлом видео. Поэтому это самое смешное, но мы все равно продолжаем это использовать. Мы все равно говорим, вот это вино, да, под дичь идеально и перед камином сидеть. Почему разрушать такой красивый образ? Да, хотя бы мы можем об этом помечтать, конечно. Вот видишь, вот разница между тобой и мной. Я вам говорю. Я не меньше поверю. Вот теперь, чтобы действительно ты много говорила, я подам тебе следующий вопрос. Ты приехала сюда. У тебя получилось найти себя сначала в Лафаэте, потом появился ребенок, наверное, пришлось взять паузу. Но я не искалась, то есть я не циклилась на Лафаэте, я знала, что я еще учу язык, и это мой все равно переходный этап, да, мне хотелось все равно идти в конкретное вино. Подожди, а про язык, если сейчас говорить, что я выучила его, на каком-то еще затапе находишься? У меня на следующей неделе должен быть экзамен С1. Ой, это же очень круто. Да. Ого. Да. Уже для гражданства, по-моему, В1 достаточно. А ты вообще куда хочешь? Я хочу просто, чтобы я все, что делаю, еще и на немецком спокойно делаю. Ты хочешь на немецкую аудиторию выходить? Я проводила дегустации на немецком, но это все, в общем, очень неловко каждый раз, особенно, когда все внимательно слушают, и ты понимаешь, что люди такие вежливые, а ты такой лох. И хочется чувствовать себя уверенно. Мне кажется, ты всегда себя уверенно чувствуешь. И это же так здорово перевернуть ситуацию в свою пользу, даже какое-то, может быть, неуверенное владение языком, сделать своей изюминкой. Вот сейчас, СМЦА-1, да, я могу делать свои языки, неуверенное владение языком. А полгода назад нет. Я произвожу впечатление уверенного в себе человека. Я знаю, мне об этом уже говорили. На тренированных годах. Да, это вообще, как у меня, когда я начала вести первый раз, это был весной, онлайн-курс, первый курс я задерживала, начинала на 5-10 минут позже, там, говоря, что, неважно, что я говорила. Но на самом деле у меня настолько тряслись руки, челюсть, что я просто, я там воду пила трясущимися руками, ждала, пока это... Да, я всегда перед эфиром выпиваю стаканом, потому что он присыхает в горло. Страшно. И только сейчас я так вот легко выхожу, как к своим. Уже радость у меня от выхода, а не вот это вот синдром самозванца страшный, бесконечный. Я понимаю, о чем ты говоришь, мне тоже это очень-очень близко, но мне кажется, это просто берешь и делаешь. Да, да, да. Берешь и делаешь, делаешь, делаешь. Мне всегда очень жаль перфекционистов, потому что они не могут так себе позволить, они захотят довести все до идеала из-за этого часто. Да. Кстати, те, кто еще пока не решились, я разговаривала среди своих близких друзей, говорила, давай приходи, поговорим, расскажем о тебе вот в таком непринужденной беседе в эфире, потому что мы сейчас практически не чувствуем камеру, да? Да. Но мне вот отвечают, я еще недостаточно там подготовилась, мне надо вот как-то позаниматься, вот то есть я хочу сказать, что не надо готовиться. Не надо, у Эли есть вино, не надо. Теперь у меня есть вино, я обещаю, что обязательно всем буду наливать перед эфиром, если это кому-то нужно и поможет. И просто бери и делай. Вот вам подтверждает Регина, которая постоянно занимается и с людьми, постоянно и выходит в эфир и снимает свои прекрасные YouTube ролики. Я их не пересматриваю, ты знаешь? Я тоже нет, потому что начнутся комплексы и начнутся… Да, все, я как кошмар, все, смонтировала, выложила и… Сто процентов. И не пересматривайте, потому что вот получилось. Вот, так что продолжим. Поговорили про уверенность в себе. Мне… у нас мало времени, но вопросов реального прямо распирает. То есть у тебя сейчас C1, у тебя прекрасно идущие шедшие дегустации, пока они закрыли нас всех. То есть я так понимаю, это проводилось уже постоянно, каждую неделю или даже чаще. Да. Это только формат… Были люди, которые ходили каждую неделю. Представляешь? Скольких ты привела любовь, привычку хорошую. А что сейчас происходит? Слушай, все это… Открыло мне новые двери все-таки. Потому что я давно мечтала о своем курсе, я его разрабатывала, но меня не устраивала система, которая везде примерно одинаковая. Все книги по вину, они построены примерно одинаково. И все курсы построены примерно одинаково. Они построены не для людей. Не для людей, которые хотят просто для себя что-то понять. Они построены для… как упрощенная версия учебников для сомелье. А тебе это не нужно. Мне быстро становится скучно и непонятно. Это правда. Я пыталась что-то… И поэтому вдруг у меня возникла идея, как я наконец-то увидела… да, я же педагог-новатор. Я увидела схему. Я такая… о! Я покатала это один раз. Сейчас уже мой курс прошел три раза за этот период с марта. Сейчас у меня был еще и пивной курс. Это вот именно ты говоришь про этот онлайн-формат, где ты смогла объединить все сразу. Да, где я смогла. Когда мне еще не нравилось в онлайн-формате все… Когда начался карантин, ведь все стали предлагать купите у нас вино, и мы будем онлайн это дегустировать. Меня это очень останавливало, потому что я должна купить там коробку за 60 евро, одна сесть перед монитором и вскрыть эту коробку в назначенное четкое время. Я не могу это перенести и посмотреть там… Это кто такое предлагает? Практически все винные магазины, очень многие пошли на это такие дегустации. Кто-то стал изощряться, маленькие бутылочки разливать, развозить в Россию, например, перед дегустацией прямо там таких… Я даже не знала, что такая сторона вообще существует, что… Да, и все онлайн-курсы были построены на том, что мы сейчас все покупаем одно и то же вино и пробуем его. И мне хотелось, чтобы идея была доступна всем, да, неважно, где вы находитесь, и я вас не буду вынуждать купить там этот желтый кенгуру Yellow Tail, который есть везде, но это не то, чему я хочу вас научить, в принципе. И я нашла вот эту систему, структуру, когда неважно, что вы пьете, но вы учитесь, и вас потом… я могу вас потом в самостоятельную работу отпустить в магазин к винной полке и знать, что вы там справитесь сами для себя, не по учебнику, а что я хочу, что мне нравится и что-то нужно к моей ситуации к сегодняшнему вечеру. И это мой концепт, поэтому мой курс называется «Твое вино». Да. А слушай, а вот для тех, кто еще не подписан на тебя и не участвует в твоих онлайн-каналах, вот, к сожалению, я к ним тоже отношусь, потому что не могу пока вот разобраться в своей жизни, хотя очень собираюсь этим заняться всерьез. А какие бы вот ты сказала, вот такие вот коротенькие штихпункты, да, как-то по-русски? Да. У меня Ц1, я знаю слушателей. Как они по-русски будут? Маячки можем назвать, да? Мы задаем маячками. Хороший слово «маячки». Даём маячок. Какой… На что ориентироваться? Да, да, да. Какие ты даёшь, вот какие ты даёшь маячки, на что ориентироваться, что человек приходит на курс, а уходит с маячками, зная что? Ну, прежде всего, мы изучаем вообще, как мы устроены, как мы воспринимаем по-разному все кислотность, коречь и всё такое. И каждый должен сам для себя понять, насколько он воспринимает кислотность. Это один из самых больших штихпунктов, на самом деле. Как он её воспринимает? Я учу, как почувствовать, как понять, как сравнить, нравится это или не нравится. И потом уже идти от своих предпочтений, да, там кроме кислотности есть там мощное, более лёгкое вино. А потом мы уже можем идти, а, ну, значит, мне будут нравиться такие. Если мне понравилось вот такое вино, то, скорее всего, мне понравится ещё вот такое и вот такое. А вот это, это вообще не моё, я могу реально забыть. Потому что очень часто ко мне люди обращаются и на личные консультации, говорят, что я никак не могу понять этот регион, я там пью и это, и это. Я уже столько денег потратила. Я говорю, так ты не покупай, забудь, что вина в мире мало, что ли? Я бордо не понимаю, что же мне теперь делать? Я лог всем и друзьям. У меня бордо, кстати, тоже самое характерное. Это дело вкуса. Бордо обожает, муж обожает бордо, я вообще не понимаю. Поэтому это, наверное, я тоже для себя решила, это совсем не обязательно. Вообще не обязательно. Нет, вообще не обязательно. Надо найти своё. То есть своё направление. Или, как говорит одна моя подружечка, если там написано бланк на бутылке, то я точно знаю, что это не моё. Вот если вот идёт приставка бланк к названию, значит, это не моё. А я знаю, что это точно моё. Вот так вот мы и определяемся приблизительно. Вот. Ну, в общем, это такой целый мир, который открывает нам Регина. И причём, вот я не знаю, как вам, для меня это мир просто безумно интересный. И с вином, как бы, я давно уже знакома и давно дружу. И давно, в общем, у нас какие-то происходят там и дегустации в моей жизни были, там и поездки на винодельне. Но нет никакой структуры. И то есть это очень часто я просто полагаюсь на вкус кого-то, да. Даже вот в том же самом винном магазине, когда приходишь, там предлагает человек тебе что взять, смотря уже на твою историю, что ты там брал и что понравился или нет. Мне теперь уже стало подходить к этому более серьёзно вину, фотографировать, писать памятник. Я вообще советую обязательно завести папочку с фотографиями и там зелёную галочку, красный крестик. И консультанту в магазине станет сразу с вами гораздо, гораздо проще. Вот. Видите ещё один маячок, как проще работать в винном магазине. Вот я, знаешь, в нашем интервью я хотела уйти от винной темы, потому что я понимаю, что мы сейчас вот просто туда зайдём и не выйдем никогда. Ты про это делаешь столько эфиров, и эта тема никогда не заканчивается. Я хотела больше узнать о тебе, как о человеке. Вот ты сейчас живёшь, ты делаешь свои эфиры, у тебя маленькая дочь. Что ты хочешь дальше от жизни? Какие у тебя дальше новаторские проекты? Что будет, когда закончится локдаун? Что нас ждёт? Что ждёт тебя? Во-первых, я собираюсь запускать онлайн-школу, потому что сначала я думала, что Facebook это такое, ну там мило, все свои, вот мне так и надо, люди приходят на меня, они приходят на личность. Но сейчас я понимаю, что это уже такой уровень самодеятельности, и пора делать это по-взрослому. Разные просто классные. Я замерла и слушаю прям вот под впечатлением перевариваю. Наконец-то, да. А онлайн-школа будет или это настоящая? Онлайн, да. Дочь начала стабильно ходить в садик. Наконец-то, это не может не радовать. На самом деле планов много. Планов много, и всё, они, надеюсь, относятся к нам, к Берлину. Ты не собираешься, пока Берлин тебе не стал тесным? Нет, Берлин мне не стал тесным. Я чувствую тебя здесь комфортно. К тому же я чувствую, что мир открыт, на самом деле. Да, этот мир онлайна. И если там исполнятся какие-то мечты снять передачу про вино, то тоже было бы здорово. Да, конечно. Очень-очень меня это радует, вся информация. И всё-таки хочется, наверное, и тебе хочется, и мне, чтобы, конечно, мы берём плюсы с того, что мы сейчас находимся в состоянии локдауна, и пытаемся сделать то, что возможно. Но скажи, живое общение – это всё-таки живое общение. Я вот сегодня тебе сказала, что я давно никому не наливала. Для меня вот это видеть глаза… Я вообще интроверт. Мне хорошо дома. Мне говорят, давай, Регина, может, ты сделаешь по зуму? Я такая, по зуму? Ну ладно, может быть. А кто-то гороскопа? Рыба. Но я реально соскучилась. Вот видеть глаза и наливать людям. Мне хочется наливать людям. Я не могу. Но мы это тебе так легко можем устроить. Даже во время локдауна, скажу вам по секрету, мы маленькими компаниями встречаемся в допустимых законам количествах. И вот тут у меня следующий каверзный вопрос. Я вот о нём думала. У тебя постепенно разрастается круг знакомых, близких. Близких, с которыми тебе приятно, весело, но вы познакомились благодаря твоей работе. Да. И ты встречаешься с друзьями, они тебя приглашают к себе. Вот мне вот вопрос. Где начинается Регина, друг? Да? И где заканчивается коммерция? Потому что наверняка те, кто с тобой уже пообщались и подружились, в следующий раз приглашают тебя в гости как друга. И это, знаешь, такая же проблема, мне кажется, у психологов, у врачей, которые сначала просто ходили на приём друг к другу, а потом приглашают в гости, а вопросы остаются те же самые. А посоветуй это. А как то? А как всё? Вот как ты выходишь из этих ситуаций, где ты разграничиваешь коммерцию и дружбу? Ну вот я, кстати, против того, чтобы дружить со своим психологом. Но они, кстати, тоже против. Да, я считаю, что это правильно, что это не надо нести. Но не со своим психологом, а если ты знаешь, что твой друг психолог, не твой, а просто психолог. Знаешь, это как большинство моих друзей, они врачи. И, конечно, я обращаюсь к ним. То есть у вас бартер. Да, естественно, да, если у меня там дочь чем-то подавится, ну не знаю, что там может произойти, я звоню своей лучшей подруге, потому что это моя первая консультация. Ну если она выбирает вино, она, конечно, звонит мне, кому ей ещё звонят. Ну тут бартер, тут я понимаю. Да, ну мне кажется, что любое общение всё-таки бартер, то есть любое человеческое нормальное общение, от которого обе стороны получают удовольствие, оно всегда обмен. Ребята, ты такая молодец. Ну я... Ты вышла вообще из всех ловушек и прочего очень достойно. Я подписалась бы вот практически сам по каждому предложению. В принципе, я очень много контента выдаю бесплатно. Прямо, ну очень много. Прямо в эфир, да. Если за мной следить, да, у меня есть закрытые платные группы, но если следить за мной, кто меня год читает, он уже настолько подкован, что надеется со мной пообщаться, чтобы я ещё что-то про вино рассказала, наверное, такой мотивации быть не может. Меня приглашают люди попить их вина, но я не против. Да, я им с удовольствием в этот момент об этом не расскажу. Приглашайте. Меня тоже приглашаете. Я вам ничего не расскажу, просто приду. Но я не чувствую себя какой-то... Даже когда люди спрашивают, как правило, меня не переживают. То есть тебя это не дёргает так, что вот сейчас мне задают столько вопросов, а я хотела отдыхать. То есть это говорит просто о том, что это, скорее всего, дело твоей жизни, когда тебя не напрягает рассказывать о том, что ты знаешь и умеешь. Я когда отдыхаю, меня мучает совесть, и я с этим борюсь, но... А как ты отдыхаешь тогда, скажи? Никак. Никак. Я себе на следующий год записала в план, что я обещаю себе минимум в два раза в месяц смотреть фильмы. Ты этого тоже не делаешь? Нет. И я себе пообещала, что я прочитаю художественную литературу, и первая книга, которая будет, будет твоя. Спасибо большое. Во-первых, за художественную литературу. Во-вторых, это очень приятно. Да, я сейчас везде обещала, потому что мне не застает, мне даже не интересно это всё. Я покупаю только профессиональную литературу, читаю только её. Тем более моя книжка, которая скоро выйдет. Очень приятно, что окажется тогда у тебя. Ой, столько приятного друг другу сказали. И вообще, как оказывается, приятно общаться действительно с человеком, которого... В этом я сейчас говорю абсолютно серьёзно. Мы не знали друг друга, не говорили лично. Ну, вот сейчас встретились, и у меня ощущение такое, что этой встрече у нас всё не закончится, конечно же. И мы будем... Да, мы можем, да, поводы находить и находить. Знаешь, а я специалист по отдыху. Я как раз умею отдыхать. Я учу всех, я учу тому, что в жизни должен быть праздник, должен быть отдых. Да, что у меня так сложилось, что я начала вести, там, восстанавливать свой блог. Я в 14-м году начала свой туб и запросила его. И когда мы остались с Киарой вдвоём, я решила возрождать вот это вот блогерство. Постепенно, постепенно, там, через полгода я начала вести свои дегустации. А время у меня когда было? Когда я уложила ребёнка спать. И поэтому, когда у человека, который ходит на работу, у него вечером включается «Всё, я сегодня поработал, теперь у меня время отдыха», то у меня включается... У меня нет этого, да, «Сейчас я готовлю удовольствие, а у меня... Мне ещё столько дел, столько дел, столько дел, я успею, как после того, как я её уложу, я успею это, 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 это». И, конечно, я вижу, что в этом у меня проблема. Ну, это, ты знаешь, на самом деле, это характеризует тебя, опять-таки, как очень ответственного человека. Это говорит о том, что ты хорошая мама. То есть, ты не делаешь так, как делаю я, и многие мои знакомые пытаются делать что-то, там, Параллельно мне приходится говорить, мама должна поработать, но просто в три года ты ещё не можешь сказать «иди там, иди потусуйся с друзьями». Да, ну тяжело, да, когда нет рядышком, или есть бабушки, дедушки? Нет, у нас никого нет, и я не очень... у меня нет даже подруг с детьми, но у меня и не тянет на детские площадки или куда-то. В принципе, нам с ней комфортно, мы обе такие вещи в себе, поэтому меня и в такую движуху детскую и не тянет. Ну, тогда самой приходится создавать эту движуху. Она вырастет, да, да, да. Она вырастет. А в одном из крупнейших винных магазинов, кстати, в Берлине, огромный, потрясающий детский уголок. Скажешь нам, где? Ну, Эвенпик. Я всегда всех туда зову. Они ещё до карантина всех, они всегда устраивали бесплатные дегустации. Ты приходишь... А какой Эвенпик? На Литценбургерстрассе. Он здесь единственный. Это винный магазин. Там просто можно было приходить раз в месяц, это было три дня. Берёшь бокал и всё пробуешь подряд. И там шикарный детский уголок. Детей в 14 лет тоже можно посадить. Я всегда всех зову с собой, потому что это действительно... Это очень удобно. Это очень круто. Они мальцы большие. У них наценки неприятные. Ну, когда пробуешь, ты же не обязан или обязан? Нет, они меня за это не любят, да. Сейчас появится больше насквоз. Эвенпик запишет в списке. Не очень любят. Ну, мне это нормально. Ну, это нормально. Понятно, что я сотрудничаю с винными магазинами. Они мне предлагают какие-то условия хорошие. А Эвенпик прекрасно знает, что я о них пишу и всё такое. Держу. Не-не-не-не, да? Ну, и пускай. Пускай это будет их проблема. Не будем сейчас. Поэтому решила совестью не мучиться. Конечно. Слушай, но если всё-таки у тебя будет желание отдохнуть, я буду теперь чувствовать себя ответственнее немножечко за твой отдых и буду тебя приглашать с нами. То есть вот в среду как минимум мы ходим в галереи. Это два часа, которые можно на себя выделить. И я говорю, теперь уже мы так сделаем, что пьём Глинтвейн и идём смотреть произведение искусства. Почему бы тебе не начать с этого и к нам не присоединиться? Если у тебя сейчас уже заканчиваются школы, экзамены. И с этим вот прямо всё, да? И у тебя будет потом всегда свободная первая половина дня, если школа не будет. Я не хочу об этом ещё распространяться, но похоже, я иду ещё кое-чему поучиться, что я смогу очень необычно, может быть, интегрировать и вообще занять такую нишу, которой вообще ещё не было. А я считала себя мастером интриги. Ты тоже мастер интриги. Я оборваю. Я вижу, что есть чему поучиться. Ладно, солнышко, я сейчас посмотрю, есть ли у нас вопросы, да? На самом деле, час мы с тобой уже проговорили. Опять пролетел вообще как пять минут. Да, классно. Сейчас я гляну, что-то у нас спросили или нет. Если нет, то наверняка ещё спросят. Подожди, где-то... В такое время было мало, да? Можно так... Ты знаешь, где-то смотреть? Вот так вот, может быть. Какой сорт винограда? Имеет похожий вкус. Значит, был до этого ещё какой-то вопрос, наверное. Смотри, нам писали, и мы, как всегда, увлеклись беседой. Чем объяснили? Примитива в последнее время. Ой, это вообще, это magic. А я примитива тоже обожаю. Диман Дурия. Это прямо вот здесь сошлось. Русскоязычная публика и немцы обожают примитиву. И прямо здесь вот сошёл. Слушай, ну это не потому, что реклама, это потому, что действительно вкусно. Примитива Диман Дурия, да, от Уна была. Потому что она насыщенная и чуть сладковатая, и такая плотная, и тёплая, и согревающая. Мне не хватает кислотности в примитиву. Я не фанат этого сорта винограда. Потому что большой специалист. Именно с моим другом была такая проблема. Он всегда говорил, мы специалисты чувствуем больше. И то он говорил, вот это твоё, а вот это моё. И то, что я пробовала у него, для меня это было вот так. Ты просто уже слишком далеко ушла от нас. Это прекрасная вещь, когда вы хотите не жрать вечером. Потому что небольшая кислотность, она не вызывает такого аппетита. То есть, если вечером хочется после ужина не бегать в холодильнику, а пить просто, то примитиву прямо хорошего. Это помните винная диета? Это самое классное. Пьёшь бокальчик вина, и можно не есть. Так, и у нас после этого ещё спросили похожий вкус. Наталья, знаете, ищите вот всякие допюпассо, воль поличелло, ой, репассо. На крестик? Да. Надеюсь, мы сейчас не вылетим. Нет, мы не вылетим. Ничего, что-то стало тыкать подсекать. Я как раз очень рада, что ты так уверена за это ввелась. Нету больше вопросов? Вопросов нет, но не факт, что они не появятся после интернета. я буду отвечать с удовольствием. Задавайте, я всегда такая. Задавайте, приходите, мы, наверное, ещё, я могу поместить ссылку на твой новый курс, который... У меня сейчас клуб. Клуб. Каждый месяц у нас новая тема, где мы в группе, я веду эфиры, что-то пишу, мы прям погружаемся, это учёба-учёба, но она очень расслабленная, и... ну, это реально... Как часто состоится клуб. Это тусовка, это такое... Каждый месяц просто новая тема. Мы начинаем первое... Вот в прошлом месяце начала, была весь ноябрь, у нас Тоскана, а сейчас весь месяц мы пьём игристые, разные-разные, и люди могут у меня спрашивать там, а давайте ещё про это нам расскажите, вот, то есть там нет жёсткого плана, то есть у вас нету определённых дат, когда вы встречаетесь, с эфирами? Нет, я выхожу в такие же эфиры, и у меня там задают вопросы, это происходит по вечерам всегда, когда уже все точно всех уложили спать. А у них есть домашнее задание, пойти в магазин и попробовать что-то такое? Нет, на курсе я делаю домашнее задание, естественно, и очень интересное, а в клубе нет домашних заданий, там полный расслабон, но мы обмениваемся впечатлениями, то есть все могут выставлять, я пила это, это было вот так вот, и спрашивать моё мнение, и мы все обмениваемся, и люди друг другу советуют, где что купили. Сколько человек в клубе? Сейчас 50. И все 50 бывает выходят одновременно? Ну вот вчера было 20 человек в эфире в 9 вечера, что в общем-то неплохо, да, по процентному соотношению. И в четвергах это очень хорошо. а потом остальные просто досмотрят, когда могут. В России просто у нас в 9 вечера, а в России 11. А, как это и на Россию распространяется тоже. Это же онлайн, люди со всего мира, там есть из Америки, Швеции, на Миквее. А какое соотношение в Берлин? Вот потом, если ты делаешь даже не Берлин, а Германия, потому что Гамбург, Ахен, какие еще, какие из каких? Это все мои прекрасные. То есть, ты вот прямо вот так распространила свое влияние по всему миру, но больше всего в Германии или России? В Германии все-таки побольше, конечно, и Берлин, конечно, особенно люди, которые заменяют живые сейчас дегустации. И в январе будем Испанию изучать. Ой, я обожаю испанские вина. Они такие... Каталония, Арагон, моревоку не будем. Каталония, Арагон. Нет, просто в Испании у меня прекрасно сложилось. В магазин пришел, любую бутылочку взял, всегда вкусно. С Францией, например, у меня так не бывает. Я себя всему учу. Спасибо. Я стану участником клуба, скажи, пожалуйста, для всех, сколько стоит участие в клубе? 20 евро. Это ежемесячный взнос? Да. А можно заплатить за 3 месяца 50? И многие так сделали, кстати. И тогда можно пользоваться уже всей информацией. Можно мной пользоваться. А те, кто в Берлине, я думаю, что можно договариваться будет о встречах, да? И ты будешь проводить вне онлайн. Обязательно по те же темы. Конечно, да. Конечно. Большое спасибо тех, кто смотрел. Теперь только ждем того момента, когда мы наконец-то сможем чокнуться с вами. Обязательно. По настоящим вместе. Спасибо большое, Регина. Тебе спасибо. В удовольствии. И я думаю, мы не последний раз встречаемся, потому что... Я вообще без ожидания к тебе шла. Я знала, что будет классно и прям очень. Спасибо. Вот последним глоточком. Хорошего дня и хороших выходных. Пока. Спасибо.